Кремлевцы не знают, чем были уничтожены склады в Торопце и Тихорецке, но все правильно поняли и запустили видеоролик с Путиным и сменой ядерной доктрины. Эпические обломки дронов, уничтожившие склады, где по оценкам было снарядов на 4-5 месяцев войны, поставили кремлевцев перед двумя вопросами. Первый. Что это было? Второй. Чем отбиваться, если нападут Андорра с Гондурасом, а снарядов осталось мало? Это можно назвать новой версией двух вечных рудских вопросов. Кто виноват и что делать? Виноватой, в полном соответствии с духовно-нравственными российскими ценностями и традициями, назначили Украину как анти-Россию. Парадокс, что если Украины не существует, то не существует и России, никого в Кремле не смущает. Кремлевцы выше понимания, что то, чего нет, не может быть антитезой тому, что есть. Скрепный философ Дугин давно решил эту логическую нестыковку. Кремлевцев больше смущает не это, а то, что радары Раша ПВО не видели, что прилетело в Торопец и Тихорецк. Часовые тоже не видели. По пожаренной даши объяснить это не в состоянии. Поэтому кремлевцы пошли по пути «Суслика не видишь, а он есть». То, что ПВО не заметило украинских дронов, не значит, что они вместе с Украиной не существуют. Вероятно, раньше кремлевцев по этому пути пошло военное командование. У Кремля есть альтернатива для Германии, но нет альтернативы Сусликам и Дронам. Герасимов и Путин не могут объявить россиянам, что три огромных арсенала грохнула какая-то невидимая хрень, упав с неба. Герасимов может доложить об этом Кремлю, что и сделал, но Кремль не может доложить о таком россиянам, китайцам, Хамас и Ким Чен Ину без потери лица. Все спросят, где была ваше ПВО и почему бездействовала РПЦ и не дымила кадилами, отгоняя эту невидимую хрень с неба. Поэтому официально сообщили, ПВО сбило все украинские дроны, но обломки упали на арсеналы и все нафиг разнесли. И так три раза. Два раза около торопца и один раз в Тихорецке. Если бы ПВО все это не сбило, то было бы еще хуже. Хотя хуже некуда. Но это версия для управляемых, а не для дворянства. Дворянство в эти термоядерные обломки не поверило, хотя и старается делать вид, что верит. Соловьев эти настроения осторожно озвучивает, потому что дворянство волнует вопрос. Если эта хрень невидима для РПЦ и ПВО, то может ну его нафиг эту Украину с англосаксами и лучше переходить к транзиту власти? Ибо неизвестно, что еще может прилететь и куда упадет. Власть, в принципе, не против транзита, но хочет сказать «не на часе», только не может, потому что такое запатентовано в Украине. Власть, состоящую из бывших разведчиков, контрразведчиков и тех, кто долго пил с теми и другими, мучает профессиональный вопрос. Что это за НЛО посетило арсеналы? Сколько там было махов и что делать с ПВО? Что делать с РПЦ власти ясно? Отправить к шаманам и неоязычникам на курсы повышения квалификации. Поэтому начальник РПЦ в звании патриарха забеспокоился и 24 сентября заявил, что он наблюдает засилие неоязычников в армии. Сие неканонично, и мы так не договаривались. Герасимов и власть в дроны-невидимки не верят, поэтому попробовали объяснить тем, что Байден или лейбористы дали Украине какие-то чудодейственные ракеты, но забыли об этом всех предупредить. Байден дал как апологет американского империализма, а лейбористы – из солидарности. Если в некоторых американских СМИ в 2016-м Трамп был выдвиженцем ржавого пояса, реднеков, испившегося рабочего класса, а сегодня он агент крупных корпораций, то кремлевцы тоже могут позволить себе философию о ракетах. Но такое философствование не дает ответа кремлевцам о типе ракет, заглянувших на арсеналы. Версию о ракетах кремлевцы запустили по нескольким каналам для успокоения дворянства. Это озвучил профессор Соловей. Он прямо сказал, ссылаясь на источники в Кремле. Это были ракеты, которые Великобритания дала Украине с согласия США. Служба Герасимова тоже от себя добавила тумана и заявила, в сторону Шахтинско-Каменского в Ростовской области летели две украинские ракеты. Предположительно, Нептун. Но ПВО все сбило и ищет обломки. Мыслящая часть дворянства, разночинцев и других получила таким образом исчерпывающий ответ на вопрос, что это было. Но у Кремля и Герасимова по-прежнему нет ответа на вопросы, почему ПВО не увидело ракеты, если это были действительно ракеты. И ТД. Нет ответа на вопрос, как армия РФ воевать с Андоррой и Гондурасом, если почти все артсклады и хранилища топлива будут уничтожены какой-то хренью с неба в течение суток. А на мобилке вместо повесток военкомат начнет приходить СМС-ка «Слава Украине, смерть Пуйлу». А потом они начнут взрываться вместе с ворованными унитазами. По сути, ударами по трем складам Герасимову дали задание сделать расчеты и доложить кремлевцам, за какое время они проиграют войну обычными вооружениями по причине дефицита. И у них останется только ядерное оружие. В Кремле все правильно поняли и запустили в Плесецке новейшую ракету «Сармат», чтобы посмотреть, как она летает. Ту самую, которой весной 2022-го все в Нароссее обещали отправить на дно моря Британию за то, что Джонсон сорвал Стамбульские соглашения и вел себя как распоясывшийся лейборист, а не консерватор, знающий толк в традициях и ценностях. Это была новая ядерная доктрина, сменившая прежнюю. Попасть ракетой в жерло Йеллоустоунского вулкана, вызвать землетрясение по всей Америке и так избавиться раз и навсегда, использовав всего одну ракету. Возможно, три из расчета, что одна все же попадет. Максимум пять из расчета, что три взлетят. Новейший «Сармат» в четвертый раз продемонстрировал, рожденный ползать летать не может. Патрушев-старший с мая проводит ревизию флота, где значится 14 подводных лодок, способных нести и запускать ракеты с ядерными боеголовками. Патрушев хочет узнать, они способны только нести или запускать тоже, но из-за «Сармата» ему не дают разрешения на пробный пуск этого старья. Никто не хочет опять говорить, она утонула, подобно Курску. Есть еще авиация, способная в воздухе запустить ракету с ядерной головкой, но тоже с неизвестными результатами. Симоньян поэтому и попросили год назад выступить с идеей о ядерном взрыве над Сибирью, якобы с целью отключить спутники США, чтобы в Сибири не подумали, это учения пошли не по плану. На учениях всякое бывает. Авиация США тоже пару раз из-за случайностей роняла атомную бомбу в море возле Исландии и четыре термоядерные на своей территории, но они не сдетонировали. С ядерным оружием сейчас три очевидные проблемы. Почти не осталось людей, которые его реально запускали, фактор случайности и проблемы сложных систем. В США по этим причинам всегда предпочитали ядерные бомбы, а не ракеты, как в СССР. Проще и надежней. В СССР сделали ставку на ракеты и теперь РФ стоит перед проблемой рисков, которые нельзя устранить. Экипаж подводной лодки и самолета, которые запустят такую ракету, могут стать первыми и единственными жертвами, как того поезда с ядерными ракетами, который в 2022-м, согласно утечкам от хороших русских, выехал из-за Байкалья, доехал до границы с Украиной и потом пропал с радаров. Наиболее безопасными для экипажей являются пуски из шахт. Но норвежцы отметили незначительное повышение радиации после недавней неудачи с Сарматом на Плесецке. Был это неудачный пуск или плановый подземный ядерный взрыв, о чем Кремль решил, по примеру КНДР, промолчать, потому что на Генассамблее ООН хотят обсудить полную ликвидацию ядерного оружия, можно пока только гадать. В ситуации, когда каждый третий докладчик в ООН требует реформы его совбеза, заявить, что проведены ядерные испытания в Плесецке, минимум неуместно. Герасимов посчитал и доложил кремлевцам, через какое время они проиграют войну обычными вооружениями из-за падений неизвестных предметов с неба. И те сообщили 25 сентября, что тогда сделают. Назвали это очередным изменением ядерной доктрины. Новая доктрина вышла несуразной, видеоролик запредельно постановочным, а зачитавший ее текст Путин совсем не настоящим. Если опустить кремлевскую казуистику, то новая доктрина выглядит так. Если радары ПВО и наблюдатели РПЦ увидят, что из Украины или любого другого неядерного государства, при поддержке ядерного государства, то есть Индии, Китая или США, массово летят ракеты, самолеты и дроны в сторону России, то РФ пропорционально применит ядерное оружие против кого-нибудь. Первая несуразность. А если не увидят, как в Торопце и Тихорецке, то что не применит? А если увидят, когда уже взорвется очередное шубохранилище, то что будет целиться в Йеллоустоунский вулкан, массово это сколько? Два, три, сто пятьсот? В частности, для дронов. Подобных вопросов любой военный, независимо от звания, может задать кремлевцам еще десятки и потребовать выдать четкие служебные инструкции. Андорра, Гондурас или Украина могут уточнить, разрешен пролет одной ракеты в час через границу РФ или можно чаще. Будет ли за это нанесен ядерный удар по США или по Китаю, потому что дроны куплены на Алибабе? Если дроны куплены у неядерных государств, например, у Тайваня, то новая доктрина на них распространяется или нет? Владельцам танков и другой бронетехники въезд в РФ и Беларусь разрешен безо всяких ограничений. Сколько бы их ни въехала, ядерная война из-за этого не начнется. В пешем порядке заходить тоже можно. Пушки с собой проносить можно. Лукашенко после такого должен совсем потерять сон и отключить связь с Москвой. Осталось только уточнить насчет российских границ. Можно начать с Крыма, а можно с островов Курильской гряды или Пруссии и Чечни. Можно с Карелии, а можно с Якутии или с опок Манчжурии. Путин утверждает, что Россия безразмерная, где русский, там и Россия. Но не только юристов и ООН смущает подобный подход. Если такое принять, то везде будет Израиль и Палестина с Арменией и Украиной в придачу. Или повсеместная Великая Германия. Или Западный Китай в Африке и Северный Китай по Уралу. Похоже, кремлевцы хотят предложить Генассамблее ООН новую тему для обсуждений. О границах России. Очень интересная тема. Очевидна не только несуразность новой ядерной доктрины, но и способ оглашения посредством видеонарезки монолога поддельного Путина перед девятью членами постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Путин начал заседание с того, что стал объяснять постоянным членам, что они постоянно два раза в год собираются для пересмотра ядерной доктрины. Плохой ремейк на «Каждый год мы с друзьями ходим в баню». В результате на следующий день Песков был уполномочен просить всех, особенно потенциальных противников, серьезно отнестись к тому, что муляж Путина наговорил вчера. Песков выдал. Не только на этот раз и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина. Такой призыв Пескова интересно смотрится на фоне уверений, что Путин скоро совсем все, которые кремлевцы вторую неделю продвигают через хороших русских в эмиграции и профессора Соловья с генералом СВР. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова